В эфире новости Красноармейска. С вами в студии Анна Кушнаренко. Здравствуйте. Город готовят к зиме. Как проходят эти работы, узнаете в нашем выпуске. Вместе сделаем дороги Подмосковья лучше. На портале Добродел стартовало новое народное голосование. Золотая осень на Воре. Турклуб «Глобус» провел соревнование в честь закрытия сезона. Наш лес, посади свое дерево. Как в Красноармейске поддержали областную акцию, смотрите далее в нашем репортаже. Шестой раз Красноармейск поддержал областную экологическую акцию «Наш лес, посади свое дерево». Ежегодно по всему региону тысячи людей сажают молодые деревца, восстанавливая леса и озеленяя городское пространство. Центральной площадкой акции в нашем городе стала территория Дома культуры имени Ленина. Вдоль здания Дома культуры были высажены кусты сирени. Сегодня действительно проходит очередная акция по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наш лес, посади свое дерево». Мы выбрали четыре площадки. Традиционно сейчас сажаем на Доколенина, потом Северный 28, дальше перейдем на Аллеево и в 12 часов будем сажать на Морозово около ЗАГСа. Ну, вы видите, проходит она весело, празднично, песни, чай, семьями, трудовыми коллективами. Все сажают деревья, вешают ленточки с названием своего учреждения, чтобы можно было потом прийти, следить и поливать за своими саженцами. Концерт и горячий чай с пирожками поднимали настроение детей и взрослых. Кстати, в этом году воспитанников детских садов, решивших вместе с родителями сделать город краше, было очень много. Вместе со сказочными героями ребята сажали сирень на еще одной площадке рядом с детской поликлиникой. Кусты сиреней и сфереи высадили и возле новой детской площадки городского отдела ЗАГС. А городские общественники решили совместно с участковым лесничеством высадить несколько десятков саженцев сосны и ели на опушке банного леса. Около 200 саженцев высадили горожане в Красноармейске в рамках акции «Наш лес, посади свое дерево». И теперь важно, чтобы саженцы хорошо прижились. Город готовят к зиме. В Красноармейске немало домов нуждаются в ремонте кровли. Как проходят данные работы, узнаете из нашего сюжета. В Красноармейске завершается подготовка к зиме. В рамках этой работы отдел городского хозяйства администрации проводит ремонт крыш. В этом году для замены кровель выбрали 9 домов. Много кровли нуждается в ремонте, но мы ограничены бюджетом. Это проходит по соглашению СМИН ЖКХ. Мы субсидируемся и мы ограничены в деньгах размером 30 миллионов рублей. И на эти 30 миллионов выбираются кровли, которые необходимы и требуют ремонта, ну и ремонтируются. В будущем году в Красноармейске планируют обновить кровлю еще на 10 домах. Кроме отдела городского хозяйства администрации, ремонтом кровель занимаются управляющие компании. Работа идет согласно плану и без осложнений. Качество ремонта, как всегда, проверит зима. Комиссия администрации нашего города вместе с представителями общественной палаты Красноармейска провела обход многоквартирных домов, которые подлежат капремонту в этом году. На проспекте испытателей дом 23 завершается ремонт кровли и в планах замена окон в местах общего пользования, включая круглые слуховые оконца. По согласованию с собственниками заменены козырьки у подъездов, но их вид жильцов не устроил. Жители попросили изменить конфигурацию козырька над входом. На какой? На двускатный. Присутствующий вместе с комиссией депутат по данному округу Сергей Никитин предложил жителям поучаствовать в составлении депутатского запроса по дальнейшему благоустройству дворовых территорий без лежащих домов. Мы ставим запросы депутатские на организацию благоустройства в виде... Сделаем схемку. На этой схемке мы обозначим, что мы хотим и где мы хотим. Вот это другой разговор. Нам просто поставить эти опоры и парковаться нельзя. Это тоже не дело. Соответственно, но надо учитывать, если вы хотите половину двора отделить для парковки, половину для сушки белья, соответственно, те, кто сушит и не имеет машин, сейчас будут выходить. Да, да, да. Нам надо этот вопрос тоже решать в комплексе, потому что у нас балконы только на третьих этажах. Но вы понимаете, что в любом случае любое благоустройство идет путем голосования. Голосование. Да, открыто и закрыто. Конечно. Соответственно, в нашем случае эти 30 квартир будут голосовать. В доме 3 по проспекту Ленина в ходе капремонта установили так называемый ноу-хау для нашего города. Ящик – это одно измерительное устройство, в котором расположены кондиционные аппараты, рубинники, автоматы и, соответственно, питание на дом, который приходит, он приходит в этот ящик, а дальше с этого ящика уже расходится по подъездам и по квартирам. Также здесь установлен бесперебойник для бесперебойного электроснабжения, не измельясь электроснабжения и освещения. В случае прекращения подачи напряжения на дом, этот бесперебойник позволяет работать освещение порядка 8 часов еще без напряжения. Я так понимаю, это не снорвесия, это какой-то ноу-хау, да? В других подъездах такого не ездили? Да, да, такого пока. Даже на подъездах, а на домах. Да, на других домах пока ездили. А чья идея? Ну, это фонд капитального ремонта закладывает у себя в проекте. Кроме того, в рамках капремонта в подвалах дома 3 по проспекту Ленина были проведены работы и с отопительным оборудованием. В рамках капитального ремонта на доме 3 по проспекту Ленина заменено центральное отопление, заменен перерывательный узел, задвижки, фильтры поставлены новые, манометры, и к отопительному сезону дом готов. По адресу Ленина, 17, также завершаются работы по капитальному ремонту. У нас здесь идет по программе ремонт всех балконных плит, общий фасад. В данный момент сейчас у нас приступили к работам по кровле, потому что кровля у нас идет у всех под замену, то есть полностью идет ремонт металлической кровли. Дальше, что касаемо фасадных работ, здесь у нас еще по программе идет замена окон в местах общественного пользования. Это они у нас тоже обмерены, заказаны, то есть все это привезется сразу на все фасады, которые мы делали в этом году, они будут осуществлены, то есть окна все поменяются. Мы уже работаем здесь не первый год, и поэтому желание жильцов – это в первую очередь. Естественно, не такие уж глобальные, но такие простые, человеческие. То есть мы идем на это навстречу, видим, делаем. На портале Добродел проходит голосование за ремонт дорог в 2019 году в Московской области. Какие дороги ремонтировать вам решать? С 12 сентября на портале Добродел идет голосование по ремонту дорог на 2019 год. В нем может принять участие каждый. Голосование проходит уже не первый год. Эта практика внедряется в правительство Московской области для того, чтобы услышать каждого жителя муниципального образования – город, поселок и так далее. Каждый может принять в нем участие. И я призываю принять в этом участие каждого жителя, кто имеет возможность это сделать. То есть для жителей это реальный шанс сделать так, чтобы именно их дорога, по которой они чаще всего ездят, была отремонтирована в следующем году? Этот шанс абсолютно реальный, и это очень действенный инструмент, который работает, и который администрация города слышит. Я ездила Каламска, и каждую неделю езжу к родителям на дачу по этой дороге. Ремонт она была очень плохая. Тут было очень много ям, трещины, и ездить по ней очень было сложно. Я активный пользователь интернета. Мы узнали про портал Добродел. Мы все проголосовали за ремонт вот этой вот дороги. И как видите, хороший асфальт, хорошая разметка. Ее сделали? С 2017 года жители сами выбирают на портале Добродел, какие дороги ремонтировать. Раньше здесь была абсолютно разбитая дорога, было абсолютно неудобно ездить на машине. Я смотрел соцсети и увидел голосование на портале Добродел по ремонту дорог. Зашел, увидел свой адрес. Когда я свой оставил голос, прошло какое-то время, дорогу эту отремонтировали. Поэтому я очень рад, на самом деле, что я обратился на Добродел. И теперь здесь прекрасное полотно дорожное, здесь красивая разметка, фонари, здесь видны знаки. Мне теперь очень неудобно, и я с комфортом добираюсь с работы домой. За два года в проекте по ремонту и благоустройству дорог на Доброделе жители оставили более 300 тысяч голосов и предложений. Выбрали ремонт 730 дорог протяженностью более 1200 километров. Голосуем на Доброделе. Сделаем Подмосковью лучше. Чтобы оставить свой голос, необходимо перейти на сайте Добродел в раздел «Голосование» и найти «Голосование по ремонту дорог 2019 года». Далее необходимо выбрать на карте свой муниципалитет и найти необходимую дорогу. Каждый житель может отдать свой голос только за одну дорогу и оставить к ней комментарий. В голосовании могут принять участие зарегистрированные пользователи на портале госуслуг или же прошедшую упрощенную регистрацию через электронную почту. Голосование продлится до 2 ноября. Впервые за 40 лет детскому саду «Родничок» меняют ограждения. Да и в течение месяца в главном корпусе детского сада делали ремонт. Подробности далее. В апреле следующего года детскому саду «Родничок» исполнится 40 лет. Впервые за это время здесь меняют ограждения. Кроме того, в «Родничке» отремонтировали пищеблок и прачечную. Сделали ремонт в коридорах и двух группах. Заменили кровлю. Мне хотелось бы поблагодарить компанию, которая выполнила ремонтные работы по замене кровли, потому что мы очень довольны качеством выполненной работы компании «Строймед». И эта же компания выполняет работы по замене ограждения. Тоже, на наш взгляд, очень качественная работа. Что касается остальных видов работы, работы еще не завершены, поэтому комментарии могут быть позже. Все эти работы выполнили за месяц. Пока шел ремонт, более 250 детей разместили в другие детские сады. На этой неделе дети вернутся в «Родничок». Деньги на эти работы были выделены из бюджета Московской области по наказам избирателей. А благодаря поддержке Александра Легкова появилась возможность заменить ограждения. Также в ближайшее время планируют отремонтировать музыкальный зал и медицинский блок. В Красноармейске торжественно открыли новую детскую площадку, установленную по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Подробности в нашем сюжете. Уже несколько месяцев новая площадка во дворе «Северный дом-28» является центром притяжения горожан. Поиграть сюда приходят дети разных возрастов. Взрослые занимаются на новых спортивных тренажерах. Площадка хорошо освещена, поэтому вечером здесь довольно многолюдно. Однако официальное открытие площадки состоялось совсем недавно. Дорогие друзья, но пользуясь случаем, хотел бы, конечно, поблагодарить губернатора, который подарил такую площадку. Вам нравится площадка? Да! Молодцы! Все, что делается на территории Московской области в городе Красноармейск, делается для вас. Вы рады? Да! Хотите играть здесь? Да! Дорогие друзья, всех поздравляю, всех присутствующих, кто принимал активное участие. Большое спасибо. Низкий поклон строителям, которые сделали этот чудесный объект вовремя и в срок. Поздравляю всех! Торжественное перерезание ленточки и развлекательная программа для детей с играми и конкурсами. Новая детская игровая площадка, установленная по программе губернатора Андрея Воробьева, официально открыта. Мы решили узнать у ребят, что им особенно нравится на новой площадке. Привет! Расскажи, пожалуйста, впервые на этой площадке? Нет. А что нравится? Ну, горка. Ну, в общем, все. Мне тут, например, нравится очень сильно горка. Что-что? Горка. Ой, я ошиблась, я была уже тут. Ну, что тебе нравится? А мне нравится горка и вот эта. Мне очень понравилась вон та вот лазинка. А тебе? Горка. Горка. А как вы считаете, эта площадка лучшая в городе? Да. Больше всего вам нравится? Да. Потому что тут можно зато погулять. А ты как думаешь, для чего вообще нужны детские площадки? Ну, чтобы поиграть. Да. Чтобы тут, ну, развлекаться. В школе номер два открылся пресс-центр. Юные телерепортеры подготовили свой первый сюжет на самую актуальную для школьников тему. В этом учебном году во всех школах Московской области ввели систему пятидневного обучения. Пришло время узнать мнение школьников по этому вопросу. Нравится ли тебе учиться в пятидневку? Да, мне нравится учиться пять дней. Очень нравится. Да, очень нравится. Ну, не очень, потому что много уроков, много задают. В пятидневку, ну, не очень. Лучше бы четыре дня тоже пошло бы. Ну, это лучше, чем учиться в шесть дней. Я всегда учился с пятидневкой, так что для меня это не привыкать. Как ты думаешь, будет ли это полезно для школы? Я не знаю, я точно не могу ответить на этот вопрос. На самом деле, мне кажется, это неудобно для учителей, потому что слишком много уроков каждый день. Ну, я думаю, что это не полезно, потому что узнаем немножко меньше. Шестидневка была бы намного хуже, но мы бы побольше узнали как бы. Возможно. Думаю, нет. Конечно, все бы меньше ходить искали. Все бы пятерки были, отдыхали бы люди. Ну, может быть, да, потому что они могут выходные сделать больше каких-то контрольных, сделать, подготовить их для нас. Не знаю, наверное. С одной стороны, полезно, так как в субботу учителя могут больше провести время для своих дел. Но, с другой стороны, нагрузка в будни на учителей больше и на учеников. Успеваешь ли ты отдохнуть за выходные? Да, вполне. Ну, так как я сижу с сестрой, мне не очень удобно отдыхать. Я делаю уроки и сижу с сестрой. Нет, надо три. Нет. Успеваю. Хочешь ли ты вернуться к шестидневке? Нет. А почему? Я же, повторяюсь, с сестрой сижу, мне неудобно. Я не хочу вернуться к шестидневке. Нет. Когда я шестидневка, я прихожу со школы, у меня дофига свободного времени. И хватает, ну, больше времени на какие-нибудь свои дела. С одной стороны, пятидневка хороша, что суббота свободна. Но, с другой стороны, нагрузка на будни повышается. И нужно сделать больше домашнего задания, что на один день, что и есть минус. 100% опрошенных довольны пятидневной системой обучения и успевают хорошо отдохнуть за два выходных. Правда, 30% уверены, что это повлияет на качество учебной системы в худшую сторону. Но 70% уверены, что этого не произойдет. Далее смотрите новости культуры и спорта. А я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте. С вами Юлия Репина. И теперь о новостях культуры и спорта. Золотая осень. Соревнования по спортивному туризму. На приз по случаю закрытия сезона прошли в минувшие выходные. Подробности расскажем прямо сейчас. Борьба шла за победу в индивидуальных зачетах сразу по нескольким дисциплинам. В состязаниях «Золотая осень» приняло участие порядка 70 спортсменов из Красноармейской, Мытищ и Раменского. Спортсмены проходят водную часть, это водная слава. Также есть пешеходная дистанция и спортивное ориентирование. Пешеходная дистанция состоит из двух дистанций. Спортивное ориентирование поделено от 13 до 21 года, то есть отдельной категории по каждому году. И также водная дистанция состоит из 12 ворот и поделена на две категории, до 17 включительно и старше. Интересно, что в соревнованиях «Золотая осень» можно было поучаствовать и только в одном из этапов, в зависимости от навыков и предпочтений. Эти соревнования многоуровневые, потому что пешеходную дистанцию зачастую проходят ребята, которые обучаются в школах, которые пойдут в дальнейшем в школу безопасности. Так как они пришли первый год, для них это как бы открытие. И они смотрят как, что и почему. По водной части тут уже не новички. Но присутствуют, например, в секции Олега Александровича, присутствуют участники, которые недавно начали ходить, уже получили какой-то минимальный навык базовый и могут уже участвовать в соревнованиях. Награда нашла своих героев. Кубок за второе место. В забеге с препятствиями вручили спортсменам из Красноармейска. С подробностями Владимир Комаров. В этом сентябре на военном полигоне Алабина проходил экстремальный забег с препятствиями гонка героев. В этом спортивном соревновании отличилась команда нашего города. Спортсмены из Красноармейска заняли второе место среди 70 команд из других городов. Правда, второе место разделили с ребятами из Краснознаменска. Им же и уступили кубок. Организаторы забега пообещали нашим ребятам, что не обидят, пришлют в город кубок и для них. Обещание сдержали. На прошлой неделе кубок доставили в администрацию Красноармейска. Команда выступила с точки зрения физической подготовленности, с точки зрения мощи, проявленной в своей физике и в результате. И вручаем спасибо, вы молодцы, все замечательно провели. Получилось так, что к нашей команде присоединили команду города Краснознаменска и кубок дали один. Вот сейчас нам сделали дубликат кубка, потому что первый ушел в Краснознаменск, второй дали нам. Справедливость восторжествовала. Да, глава вот нас сейчас наградил. И кубок мы поставим, наверное, в третью школу, где мы тренируемся, там будет храниться. Мы переживали, что он до нас не доедет. Все доехало, все хорошо, останется память, гордость за достижения наши, ну, во благо города, так скажем. У нас такой же есть кубок за 16-й год. Сейчас вот, как сказал Андрей, поставим в третьей школе, будут там красоваться. Экстремальный забег «Гонка героев» проходил 8 сентября в рамках патриотического форума «Наследники Победы», который объединил более двух тысяч человек со всего региона. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. И напоминаю, что официальные страницы телеканала есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас, смотрите в эфире, и вы всегда будете в курсе городской жизни. Продолжение следует...